Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео я хочу поговорить о довольно известном авторе, который написал более десятка книг по развитию мышления. Это Эдвард Дебона. И в этом видео я расскажу о книгах, которые он написал, а также частично затрону содержание этих книг. Я не буду углубляться сильно в описание каждой из этих книг и в подробный обзор этих книг. Это я оставлю для других видео. Цель этого видео скорее познакомить вас с этим автором, чтобы вы знали, что этот автор есть. Что есть книги, по которым можно научиться мыслить. Эдвард Дебона, если верить Википедии и интернету, он еще до сих пор жив. И ему уже более 80 лет. Он имеет магистрские степени в области психологии и физиологии. Также он доктор медицины и всю свою жизнь он занимался вопросами мышления. О том, как мыслить по-другому, чтобы достигать других результатов. И сейчас я вам покажу три книги, с которых я бы начал свое изучение «Мышление о мышлении» по Дебона. Это три книги. «Параллельное мышление». Далее «Я прав. Вы заблуждаетесь». И книга «Не стандартное мышление». В этих книгах описывается основа теории мышления по Дебона. Дебона упирает на такую мысль во всех своих книгах, что западное мышление, которое пошло от Сократа, оно не дает возможности решать задачи в те моменты, когда это требуется делать быстро. Западное мышление, сократовское мышление – это медленное мышление. В противовес, как Дебона назвал это мышление, латеральным. В противовес латеральному мышлению, которое дает более быстрые результаты по сравнению с традиционным западным мышлением. Коротко остановлюсь на этих трех книгах, о чем они более конкретно. Сейчас я выберу, какая из этих книг была написана раньше. Из этих трех книг раньше была написана книга «Не стандартное мышление». Вот с нее я и начну. Коротко о чем эта книга. Дебона начинает эту книгу с того, что качество нашей жизни зависит от качества нашего мышления. И чем более качественным будет наше мышление, тем более качественной будет наша жизнь. Мы сможем решать все более сложные и сверхсложные задачи. Здесь стоит отметить то, что Дебона является действующим тренером. Он консультировал ранее и возможно сейчас консультирует бизнесы. И в одной или двух книгах, которые я покажу дальше, он описывает методики о том, как работать с бизнес-идеями по его методике. Поэтому его наука, его теория, она не только теория, но и практика. Чем она и ценна. Еще у Дебона известен такой факт, что он в 2005 году номинировался на Нобелевскую премию по экономике. И даже вошел в шорт-лист. Шорт-лист это уже последний список кандидатов, из которых уже выбирается призер, победитель Нобелевской премии в этом году. Так вот, Дебона вошел в этот список. К сожалению, его не выбрали. Выбрали кого-то другого. Кого конкретно? Я помещу его имя. Кто получил Нобелевскую премию по экономике и за что в 2005 году, вы можете сейчас посмотреть вот на эти субтитры. И продолжаем про те три книги, которые я показал выше. Следующая книга – это «Параллельное мышление». Она вышла немного позже, чем книга «Нестандартное мышление». И «Параллельное мышление», оно еще больше разбирает, еще глубже разбирает мысль Дебона о том, что западное мышление, западная логика в духе Сократа, Платона, она может сослужить злую службу в 21 веке и в 3 тысячелетии, когда будет требоваться более быстрое мышление, более быстрые методики для нахождения новых решений и отбраковки решений, которые не подходят. Дебона продолжает свою речь о том, что необходимо найти, и он приводит какие-то методы, необходимо найти такой метод мышления, который позволяет сталкивать в голове или на листе бумаги сталкивать эти две противоположные идеи, и при этом выбирать из этих двух противоположных идей во-первых, рациональное зерно, во-вторых, пользу, и за счет этого выбора, за счет этой выжимки рационального зерна и пользы получать какую-то третью новую идею, которая позволит двигаться дальше и получать значительно более качественные и более прорывные результаты, чем это было ранее. Следующая книга это «Я прав, вы заблуждаетесь». В книге Эдварда Дебона «Я прав, вы заблуждаетесь» автор приводит примеры о том, как можно использовать его систему мышления, систему мышления Подебона в разных областях деятельности, в образовании, финансах и других. Сейчас я открою содержание, чтобы вам об этом подробнее рассказать. Он начинает свой рассказ с описания того, как работает мыслительная система у человека. После этого он приводит некоторые факты о деятельности мозга и о том, как работает наше восприятие. О том, что в восприятии есть уже заранее какие-то запрограммированные паттерны, к которым мы склоняемся во время нашего мышления, потому что эти паттерны, которые были приобретены нами ранее, они укоренились внутри нас. И поэтому нам сложно перейти на другой способ мышления. Эти паттерны похожи на рельсы, по которым идет поезд. Так же, как и поезду тяжело сойти с рельсов без дополнительного усилия. Или, скажем так, в кавычках, помощи других людей или предметов. Так же и нашему мышлению тяжело сойти с рельсов паттернов, которые есть в нашем восприятии. Паттерны – это, если по-русски, то шаблоны. Из этих шаблонов восприятия. Так же тяжело мозгу сойти с этих шаблонов восприятия. И Девона говорит, что пока человек не научится мыслить иначе, он будет постоянно скатываться к тому, чтобы мыслить шаблонно и выбирать наиболее, в кавычках, простые пути решения своих задач, решения своих задач до тех пор, пока он не научится в полной мере использовать его методики. И далее он проходит по всем мыслительным привычкам человека, начиная от языка, мышления и интеллекта и заканчивая спорами, конфликтами, убеждения и тому подобное. И далее он приводит, каким образом мышление действует в обществе и его институтах. То есть в образовании, в демократии, в бюрократии, в подразделениях и так далее. На этих трех книгах я остановлюсь в обзоре общего понятия о мышлении Дебона. И теперь хотелось бы более конкретно углубиться в то, что же он предлагает. И вначале я расскажу о двух книгах, в которых дается такие подходы к решению задач в бизнесе. А потом рассмотрим еще две книги, в которых приводятся, наверное, самые известные методики мышления Поде Бона. Самые известные в мире методики мышления Поде Бона. Но вначале я расскажу про две книги. Первая книга – это «Вводная логика». А вторая книга – это «Создай себе удачу». «Полное руководство по поиску скрытых возможностей в бизнесе». Вот эта книга полностью бизнесовая, и здесь Дебона дает яркие, живые примеры того, как можно работать с идеями в бизнесе. Он говорит, что важно не только прорабатывать идеи, которые уже есть, но и прикладывать усилия для того, чтобы найти новые идеи. И он рассказывает подробно методику о том, как искать идеи. Он рассказывает методику о том, как… На примере поиска идей в разных бизнесах, в основном в американских компаниях, он говорит, что если бы вот компания, допустим, А, сделала вот так и вот так, то ее результаты были бы совершенно другими. А поскольку эта компания сделала вот так и вот этак, то есть по-другому, не так, и она уже это сделала, то результат получился такой. И он получился намного хуже, чем мог бы быть, если бы эта компания использовала методики Дебона. Далее. После этого, после того, как он озвучил тему, что необходимо искать идеи самим, он делает обзор возможностей, как именно искать идеи. И приводит практически пошаговый алгоритм о том, куда смотреть, что делать, что не делать. После этого, после этого он рассказывает о том, как проверять идеи. Проверять идеи на то, стоит ими дальше заниматься или нет. Проверять идеи по поводу того, принесут ли они ожидаемый эффект или нет. Об этом он пишет вот в этой книге. В книге «Водная логика» он затрагивает, Дебона затрагивает немножко другие вопросы. Немножко другие вопросы, но на ту же самую тему. То есть на тему того, как мыслит человек и как его мышление влияет на результаты его деятельности. В книге «Водная логика» он предлагает задаваться вопросом, куда нас ведет то или иное действие. И в самом начале, в самом предисловии он приводит такой пример. Одному мальчику толпа ребят постоянно подходила и предлагала выбрать между 1-долларовой монетой и 2-долларовой монетой. При этом 1-долларовая монета была по размеру больше, чем 2-долларовая. И мальчик всегда выбирал 1-долларовую монету. И так продолжалось очень-очень долго. И как-то к нему подошел взрослый человек, может быть это был и сам Дебона, и спросил у этого мальчика, «А ты же знаешь, что 2 доллара больше, чем 1?» Мальчик говорит, «Да, конечно, я знаю, но если бы я взял монету 2 доллара, они перестали бы предлагать мне деньги». То есть мальчик пошел по другому пути. Он задал себе вопрос, «А что будет, если я сразу возьму 2 доллара?» И понятно, что он понял, что ему перестанут предлагать выбор между 1-долларовой монетой и 2-долларовой монетой. И он выбирал 1-долларовую монету, говорил, «Я ее выбираю, потому что она больше по размеру». И над ним смеялись, потешались, но при этом за то время, многочисленное, пока им предлагали этот выбор, он, скажем так, получал практически бесплатные деньги себе на свои личные какие-то нужные. Такой пример вводной логики Дебона приводит в самом начале книги. А далее, это, наверное, из тех книг, которые я сегодня вам показываю, это, наверное, одна из самых сложных для восприятия книг. И здесь он приводит вот такие схемы. Дебона говорит, что у каждой ситуации или у каждого выбора при движении, допустим, из точки А в точку Б, из точки Б в точке С, из точки С в точку Д и так далее, что может быть несколько путей. Что из точки А можно прийти, допустим, через точку Е и Ф, из точки Б можно прийти в точку С через точки, допустим, К, Л и М и так далее. И все эти пути будут давать разный результат. И он говорит, что стоит заняться построением так называемых пиктограмм потоков, так называемые потокограммы. Потокограммы сознания, он их приводит вначале в виде текста, вот такого, а потом он их изображает в виде букв и стрелочек. Что-то похожее напоминает теорию графов. Теорию графов и только в более простом изложении. Этому изложению посвящена вся книга. Он рассказывает о том, как использовать потокограммы в своей жизни. То есть, практически здесь в этой книге нет никакого упоминания или оно сведено практически к минимуму о решении задач бизнеса. Это что касается первых пяти книг, про которые я вам хотел рассказать. А сейчас я перехожу к обзору двух книг, которые довольно таки известны. Методики из них довольно известны в мире. И можно достаточно часто их увидеть, допустим, на каких-то бизнес-сайтах. Те, которые учат о том, как делать бизнес, как решать проблемы в бизнесе. Но на самом деле эти методики были предложены Дебона. Одна методика, книга была написана в 1991 году, а вторая книга была написана в 1985 году. Я начну с книги более раннего издания, то есть 1985 года. Эта книга называется «Управление мышлением». В этой книге Дебона рассказывает про шесть шляп мышления. Методика стала очень популярной за последние 30 лет. И направлена, она направлена на то, чтобы повысить эффективность мышления. Шесть шляп мышления – это про то, как человек может сосредоточиться только лишь на одной, на каком-то одном аспекте идеи, а как искать идеи, я рассказывал чуть ранее в этом же видео. И как отбросить, в тот момент, когда вы сосредоточились на каком-то аспекте идеи, как отбросить все остальные. И Дебона предлагает либо представлять, либо он на своих тренингах, он реально готовил шляпы разного цвета, и говорил, что вот давайте мы потренируемся, и каждый будет надевать на себя шляпу того или иного цвета, в зависимости от того, в какое состояние он хотел бы погрузиться. И вкратце давайте рассмотрим, какие же шляпы мышления бывают. Это белая шляпа – факты и цифры. Красная шляпа – это эмоции. Черная шляпа – подозрение, что-то здесь не так. Желтая шляпа – в основе позитив. Зеленая шляпа – творческое и латеральное мышление. И синяя шляпа – это управление мышлением. Я подробно в этом видео не буду вам рассказывать о том, как пользоваться той или иной шляпой. Я найду и вот сейчас поставлю перед вами схему, которую я начертил. Когда читал эту книгу, я сделал интеллект-карту, в которой расписал разными цветами, специально купил ручки разных цветов, чтобы на каждую шляпу дать свой цвет. И сделал интеллект-карту для того, чтобы у меня было на одном листе перед глазами вся эта книга законспектирована. Про интеллект-карты когда-нибудь, возможно, сделаю отдельное видео. Пока про интеллект-карты есть только небольшой кусочек видео в видео о помощи студентам, как учиться в ВУЗе. Я оставлю ссылку в описании на это видео в описании. Можете посмотреть. Когда вы перейдете на это видео, там будут тайм-коды. И где-то внизу будет тайм-код использования интеллект-карт. Если вам сейчас интересно, как это работает, можете посмотреть там. Возможно, в будущем сделаю отдельный видеоролик обучающий о том, как делать интеллект-карты. Далее. И последняя книга из тех, что у меня есть, но не последняя по важности. Последнюю по важности книгу и методику я оставил на самый-на самый конец. И эта книга называется «Учебник по принятию решений в критических ситуациях». Это книга о том, как действовать. То есть, если все остальные книги, они были больше про развитие мышления, то вот эта книга, это про то, как делать, как действовать. И Дебона, вот эта книга вызвала у меня такие противоречивые чувства. Потому что, когда я начал ее читать, меня удивило то, что эту книгу он написал в самолете. Когда летел, по-моему, 11 часов он летел из Лос-Анджелеса с пересадкой в Токио. Потом у него была пересадка в Сиднее или в Мельбурне, не помню уже. Он летел в Новую Зеландию, в Веллингтон. И у него был там какой-то тренинг. И пока он летел, он за эти 11 часов написал вот такую вот тоненькую книгу. Возможно, у него материалы были собраны до этого. Или он очень долго думал о том, чтобы написать книгу на эту тему. Но эта тема действительно важна, особенно в свете того, что нужно не только мыслить, не только думать, но и действовать. И он предлагает, Дебон, такой метод. Метод разных сапог. Он говорит, что для того, чтобы действовать, он рекомендует использовать 6 стилей поведения. И когда вы выбираете, какой из стилей поведения использовать, вы используете только его в данный конкретный момент. Все остальные стили поведения вы отметаете. Что-то похожее на то, что он рекомендовал в книге по 6 шляпам. Итак, 6 стилей поведения. Флотские форменные ботинки. Это делаем все по процедурам. То есть есть инструкция, мы следуем инструкции. Серые кроссовки. Это мышление, идея или информация. Мы что-то исследуем. Какой-то вопрос. Далее. Коричневые башмаки. Это прагматизм. И эффективность. Далее. Оранжевые резиновые сапоги. Это действия в чрезвычайных ситуациях. При этом Дебона приводит классификацию чрезвычайных ситуаций. И дает руководящие принципы действий оранжевых сапог. Далее. Розовые тапочки. Розовые тапочки мы обычно одеваем дома. И они символизируют заботу. И действия все связаны с заботой. Пурпурные наездничьи сапоги. Люди и их роли. То есть, как взаимодействовать с людьми. Какие роли люди проявляют в этом взаимодействии. Это об этом. И далее. Он описывает вначале характеристику каждых из этих сапог. И после этого дает рекомендации о том, как их использовать. Эту методику. И теперь. После того, как я сделал обзор книг, которые у меня есть физически. Есть еще одна методика. Книги такой я не нашел у Дебона в печатном виде. На русском языке. Возможно, она есть на английском языке. Книга методика это о том, как оценивать проекты. И это называется 6 медалей верной оценки. Существует 6 медалей, которые помогают оценить идею, проект. Причем оценивать можно не только те проекты, которые мы планируем делать. Но и проекты, которые уже были либо завершены, либо проекты, которые были начаты, но не доведены до конца. 6 медалей оценки позволяют это сделать. Существует всего 6 медалей. Деревянная, серебряная, стальная, золотая, стеклянная и... Забыл. Я напишу название всех медалей вот здесь в субтитрах. Вы сможете это увидеть. Каждая медаль отвечает за свою область. Например, я приведу пример только с одной медалью. С двумя медалями приведу пример. Это первая медаль, это деревянная медаль. Она отвечает за экологию. Не только экологию в широком, в таком понимании как воздействие на природу, но и экологию взаимоотношений между людьми. Если мы приведем пример такой, что мы готовим какой-то проект, какой-то продукт, но мы знаем, что этот продукт может повредить кому-то из людей. Например, у некоторых людей есть аллергия на молоко и есть аллергия на яйца-продукты. Соответственно, если мы выпустим этот продукт и не предупредим людей о том, что в этих продуктах содержатся такие вещества, то этим людям может стать плохо. Вторая медаль, это серебряная медаль. Серебряная медаль отвечает полностью за финансовый успех. То есть, за расходы, за доходы, за издержки, за прибыль. То есть, оценка по серебряной медали, мы проводим полностью финансовую оценку проекта. А если вас заинтересовала данный метод оценки, то есть специальный большой курс по этому методу. Ссылку на курс я оставлю в описании. Вы можете его посмотреть, если вам это интересно. И взять эти медали, взять эту технику оценки по 6 медалям к себе на вооружение. Вначале, допустим, оценить те проекты, которые были у вас. Неважно, состоялись они или не состоялись. И вы даже можете посмотреть по 6 медалям, а вдруг несостоявшийся проект, он и не мог состояться. Потому что получил бы очень мало оценок по медалям. И состоявшиеся проекты оценить и увидеть, что, возможно, в этих проектах был какой-то нереализованный потенциал. На этом я заканчиваю краткий обзор книг и методов мышления Эдварда Дебона. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Поставьте лайк, если вам понравилось. Напишите комментарии с вопросами, если они у вас есть. Также вот здесь я положу в конечную заставку какое-то видео про обзор книг. Можете посмотреть. И желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.